Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Прошу прощения, если меня плохо видно, но сегодня у нас санпятница, поэтому я так одет. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о книге Орсона Скотта Карда «Игора Эндера» и, соответственно, ее экранизации. Так получилось, что мое знакомство с книжкой «Игора Эндера» было несколько необычным. Ну, скажем так, изначально я про нее не слышал вообще ничего, я даже не знал ее существования. Но так получилось, что где-то в годах в седьмом или восьмом я купил себе на книжном развале роман Олега Диева «Лучший экипаж Солнечный». Если кто-то с этим романом не знаком, ну, в конце концов, отечественных авторов почему-то не все хорошо знают. Вот. Там была такая фишка, что все космические корабли в романе «Лучший экипаж Солнечный» были названы в честь тех или иных героев фантастических произведений. Ну, там в книжке это обоснованно, там как бы рассказывается, почему так было сделано. Вот. И, соответственно, помимо всего прочего, в книжке было что-то вроде глоссария о том, кто, собственно, такие все эти люди. Ну, как говорит Тася, мало ли. Допустим, кто-то может не знать, кто такой был Пол Атридас, через который был назван крейсер, на котором ходили главные герои романа. Кто-то может не знать, кто такой Джон Гордон был такой линейный корабль в романе. Кто-то не знает, кто такой Роканон. А этот самый Адмирал по прозвищу... Да, Адмирал Филипп Эссекс как раз ходил на Роканоне в бытность с своим командором и так далее и тому подобное. И, соответственно, из этих сносливых объяснений я узнал, что был такой Эндрю Виген, главный герой романа «Игра Эндора». Ну и, соответственно, как только у меня появилась возможность, я, конечно же, решил с книжкой ознакомиться. Вот. И есть и в двух словах. Будущее. Люди как бы выбрались в космос, правда, пока только в ближний. Ну, вроде как уже какие-то работы над более дальними двигателями шли. Ну, в общем, так получилось, что на людей напали. Напала раса жукеров. Слово жукер, кстати говоря, имеет два значения. Одно из них, ну вот, как раз эти самые существа. А другое то ли контрабандисты, то ли какие-то ребята нехорошие. Вот. И, значит, эти самые жукеры, благодаря превосходной организации, превосходной координации боевых действий и тому подобных вещей, людям, короче, вломили так, что людям стало плохо. И, как говорится, уже планировалось, что, типа, не сегодня-завтра жукеры землю того, а купим, захватят и вообще, и людям будет плохо. Но, командующий офицер, по ним Мейзер Ракхейм, как-то проанализировав тактику жукеров, нанес им сокрушительнейшие поражения. Правда, собственно, как именно он нанес им это самые сокрушительнейшие поражения, скажем так, главный герой романа, но о нем позже, так и не узнал. Ну, точнее, узнал, но уже ближе к концу. Вот. И, короче говоря, после того, как жукером было нанесено сокрушительнейшие поражения, ну, короче говоря, конечно же, их в Мейска добили, исследовали, изучили, сделали несколько отнеинтересных открытий. Ну, и, в общем, люди стали думать, что нам нужен новый герой. Такой, какого заслуживает это время. Шутка, конечно же. Вот. Ну, а если серьезно, то люди решили, что нужно сделать так, чтобы, как бы, тот, кто возглавит войска людей в будущем, мог построить гибкую, адаптивную тактику, мог, как бы, сходу ее менять и, вообще, короче говоря, стал настоящим военным гением. Но при этом, как я понял, у него должно быть очень много других качеств. Потому что, на примере того же Эндера, ну, в смысле, Эндрю Вигина, нам показывают также его брата Питера и сестру Валентину. Так получилось, что все эти трое обладали очень высоким уровнем интеллекта. И Питер, Валентин и, соответственно, Эндрю. Вот. Вот. Проблема только лишь в том, что Питер был интеллект без тормозов, без эмпатии, без сострадания, без тому подобных вещей. Что это значит? Это значит, что Питер мог запросто, не думая, что он делает что-то плохое, злое, жестокое и нехорошее, а он это делал, просто-напросто кого-нибудь убить. Собственно, в книжке-то нам и показывают, что Питер несколько зверушек замучил просто так, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Что касается Валентины, она была очень доброй девушкой. Она, как бы, напротив, была готова сочувствовать всем и вся. Ну, и, соответственно, тоже из нее бы не получился военный лидер. Кстати, почему бы он не получился из Питера? А потому что... Собственно, на этот вопрос очень хорошо отвечает Роберт Хайнлайн в романе «Звездный десант». Когда главный герой Джон Рига размышляет о том, были ли сержанты и прочие в лагере имени Артура Кюри садистами или нет, он сам же дает ответ на этот вопрос. Дело в том, что садист, он не свободен, он как бы зациклен только лишь на том, чтобы получать удовольствие от того, что он кого-то мучает. А у сержанта-инструктора такой цели нет – замучить кого-то чисто, чтобы «аааа», было здорово. Нет! У сержанта-инструктора цель одна – научить человека как бы тому, что он должен знать и уметь. Кстати говоря, Стэнли Кубрик, когда снимал фильм «Стэнно-металлическая оболочка», пригласил на роль сержанта Хармена настоящего сержанта-инструктора, которого сыграл Рональд Ли Эрмей. И как бы Эрмей, он даже ничего особо-то и не изображал, он просто включил того самого Дрилд Сержанта. И как бы, поэтому-то и он и вёл себя так естественно в кадре. И знаете, то, что он там орал, унижал и т.д. и т.п., это было, да. Но в то же время он их действительно чему-то учил. Точно так же и сержанты-инструкторы в «Звёздном Несанте», они в первую очередь обучали, а то, какими этадами они при этом пользуются. Это уже, как говорится, дело десятое. Точно так же и командир. Он, конечно, должен быть хорошим командиром и всё такое прочее, но в то же время он не должен быть тупым, ну как бы даже не тупым, а вообще там садистом, извергом и всё такое прочее. Только лишь потому, что это не даст ему эффективно руководить подразделениями, да ещё и боевых условиях. Ну, по крайней мере, таково моё личное мнение. Я, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, нет. Ну и, соответственно, я уже не раз говорил, Эндер, Эндер, так-то герой зовут Эндерю Виген, но почему же Эндер? А потому что всё-таки после войны так получилось, что на Земле как бы было введено ограничение, не более трёх детей. Вот, и, соответственно, на третьего ребёнку уже, как бы, нужно было запрашивать разрешение. Соответственно, Эндерю был рождён третьим в семье Вигенов, ну и ему было давно проще Эндер, ну типа завершающий, конечный. А слово энд, конец. Вот, так же, как и брата и сестру, его приняли в программу участия на замещение должности командующего. Ещё в детстве установили специальный контрольный монитор, благодаря которым, как бы, руководство этой самой вещи наблюдало за будущими кандидатами. И, соответственно, так получилось, что, да, на момент начала романа с Эндера снимают монитор и говорят ему, что извини, парень, ты пробольнился. Всё бы ничего, но это был ещё один последний эксперимент. И так получилось, что, если раньше на Эндера, ну, на Эндера Вигена, в драку никто старался не есть, потому что тут же прибегали из надзорных служб и драку заканчивали, то, как только с него сняли монитор, местный звонил по фамилии Стрелсон. А, с тебя сняли монитор, значит, ты неудачник, значит, мы тебя... Нам же за это ничего не будет. Вот, как раз, целью эксперимента и было посмотреть, как мальчик отреагирует на изменившуюся обстановку. И вот, значит, с Эндера снимают контрольный монитор, его встречают на обратном пути Стрелсон и его прихлебатели. И он заканчивается дракой. Причём драку очень такой жестокой, в ходе которой Стрелсон, ну, скажем так, Эндеру, конечно, сказали, что он выжил. На самом деле, как вы понимаете, нет. Когда Эндера спросили, почему он так сделал, он ответил, что, а понимаете, вот, допустим, сейчас бы я дал ему сдачи. Вот. Ну, там, грубо говоря, набил бы ему мору, там, отбился бы от них, от всех. Да. Завтра он попробовал ещё раз меня достать. Послезавтра ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз. А так, я просто попытался прекратить как это столкновение, так и те, которые были бы в будущем. Ну, и оказалось, что мальчик ответил правильно. И действовал он тоже правильно, как бы это страшно ни звучало. И, соответственно, сразу же после этого Эндрю Вигина забирают в спецшколу, на орбиту. Вот. О том, конечно, что было там, я рассказывать не буду, но, всё-таки, книжку-то лучше прочитать, она довольно интересная. Есть, конечно, у меня вопросы к тому, что было в спецшколе, ну, по тому обучению. Потому что, смотрите, левиная часть того, что было в спецшколе, было показано как обучение действиям в невесомости. Да, я согласен, что мазнее, когда книжка была экранизирована, нам показали, что все эти действия были, как бы, использованы потом, когда они вели сражения там на кораблях и так далее. С одной стороны, это так. С другой, больше эти действия в состоянии невесомости, они подошли бы к каким-нибудь абордажникам, десантникам и прочим, ну, кто бы врывался на вражеские корабли. Такого ни в кино, ни в книжках, собственно, и не было. Вот. С другой стороны, такие действия, вот эти вот сцены в боевых комнатах, они были нужны еще и для того, чтобы научить главного героя пространственному мышлению в условиях космоса. Как бы, смотрите, в чем дело. Я, конечно, понимаю, что меня смотрят в основном люди, которые понимают все-таки в космосе и как там все устроено. Но, на тот случай, если меня смотрят те, кто в этом ничегошеньки не понимает, в космосе нет ни вверх, ни низа. То есть, вот сейчас, допустим, я сижу в кресле, я чувствую, ну, как бы, я знаю, что на меня действует сила гравитации. Я знаю, что там, где стоят мои ноги, это низ. Соответственно, там вверх. Как бы, все просто и понятно. А теперь представьте себе, что гравитации бы не было. И как бы вы могли бы перевернуться на 100 градусов, там, или на 90, сесть как-нибудь вот так вот. Как бы вы понимали, где вверх, а где низ. А тут, в романе, облучение начинается сразу же после того, как челнок выходит на орбиту. И, когда граф, как бы, начинает с ними общаться в невесомости, Эндер говорит, что, типа, а вот, знаете, вот с моей точки зрения все выглядит именно вот так. Собственно, он уже худо-бедно начинает понимать, как это самое пространственное мышление работает. И благодаря этому граф начинает его постепенно от других детишек отдалять. То есть, он уже, даже на том подготовительном моменте, когда они еще только летели к станции, где должно было проходить обучение, он уже старался дать понять Эндеру, что, да, извини, парень, но ты будешь будущим лидером. Просто, если кто-то не понимает, лидер – это человек, который всегда будет одиноким. Потому что лидер – это человек, которому приходится порой отдавать приказы, которые, скажем так, ему самому будут очень сильно не нравиться. Потому что посылать кого-то, наверное, смерть, а, извините, это все-таки, не знаю, и как ты не старайся, но жертвы все равно будут. Ты все равно потеряешь кого-то из своих. Вот. Соответственно, лидер должен уметь принимать такие решения. И, соответственно, именно по этой причине лидер всегда будет один. Это, кстати, очень хорошо было показано, например, в романе Майкла Степпела «Разбойный эскадрон» и всей серии книг. Потому что одно из очень таких неприятных привилегий командира эскадрильи – это писать похоронки. родителям своих подопечных. То есть, ты командир эскадрильи, ты отвечаешь за них, за всех. Ну и, соответственно, Эндору уже пришлось бы стать командиром еще более высокого уровня. То есть, он бы отвечал не за одну эскадрилью, а за весь флот. И даже, честно говоря, не за один флот. Именно по этой причине, как бы, в романе его все время и отдаляли от всех, продвигали, делали его личностью крайне непопулярной. Все время его встали в такие очень сложные условия, чтобы он учился применять гибкую тактику. Чтобы он учился учиться, если можно так выразить. Ну, собственно, даже в том институте, где я учился, нас в первую очередь учили учиться. То есть, опять же, все грамотно, логично и интересно. Я бы, конечно, мог с удовольствием рассказать о том, как проходила финальная часть обучения. Как, что, экзамен. Собственно-то, вся суть произведения, она как раз в том экзамене и состоит. Другое дело, что тут уже дело не обойдет себе спойлеров. А спойлеров мне бы хотелось обижать любой ценой. Так что, лучше давайте я вам расскажу еще о двух вещах. О концовке романа, которая как бы уже к сюжету отношения не имеет. Она имеет отношение скорее к тому, как я отношусь к продолжениям игры Эндера. А их было еще так немало. А именно. Когда люди прибыли на ту планету, где находилась главная база жукеров, вот, Эндер внезапно находит место из своих видений в компьютерной игрушке, в которую он все время играл. Вот. И там он находит, в этом месте, кокон. Кокон королевы жукеров. И вот, вроде как, они смогли, ну, вот эти вот самые жукеры, кролевы жукеров, понимая, что все им абзац, они смогли создать что-то вроде записки для Эндера. Где они, во-первых, пытались у него поразить прощение, потому что война-то началась, как всегда. Как всегда, начинаются все, блин, войны. Из-за непонимания. Ну, сами понимаете, когда две расы, между которыми нет ничегошники общего, не могут, как бы, даже, даже не то, чтобы договориться, а хотят попытаться это сделать, у жукеров был совершенно другой принцип общения. Вот. Они не видели, что люди разумные, люди, как бы, тоже ничего про них не знали и не могли понять. Из-за этого началась война. А из-за этого, собственно, вот. Королевы пытались досучаться до Эндера, типа, вот тебе последний наш ребенок в коконе, ты должен, типа, отнести ее в такое-то место, садать такие-то условия, чтобы она выжила, чтобы она смогла из кокна вылезти. Эндер, в общем, говорит, что, типа, я не буду это делать на этой планете, потому что тогда опять будет конфликт. Или вы нас, или мы вас. Вот. Я лучше отречу планету, на которой вы сможете развиваться и дальше. И, как бы, я, честно говоря, ожидал, что следующая книга будет как раз об этом, но, к сожалению, нет. Вроде как, тема, когда Эндер решает этот вопрос, была в одном из следующих романов, но я, честно говоря, заснял на втором. Если, как бы, кто-то может сказать, в какой книге это было, и было ли это вообще, как бы, я с удовольствием это прочитаю в комментариях. А пока о грустном. Так получилось, что роман Эндера был экранизирован. Экранизирован он был сравнительно. Недавно в написании сценария принимал участие сам Орсон Скотт Карт. И, казалось бы, что может пойти не так? В конце концов, если сам автор книги принимал участие в создании сценария. По крайней мере, он, он же ведь сказал, что все должно быть как в книге. Ну, и это логично, согласитесь. Несмотря на то, что актеры, подобные на роли, были довольно симпатичными, несмотря на то, что полковника Графа сыграл сам Харрисон Форд. Несмотря на то, что роль Рейзера Мэзера Рокхейма сыграл тоже довольно хороший актер Бен Кингсли. Я, правда, особо его не припоминаю в других фильмах, но я и не... и не очень много фильмов смотрел в свое время. Но, как бы, актеры-то хорошие, вот, на роль главного героя тоже был, по-моему, довольно симпатичный мальчик, который вполне себе тянет на Эндера. Опять же, другие актеры тоже, что называется, в тему. Только вот фильм не удался. Знаете ту историю про фальшивые иголочные игрушки? Вроде как настоящие, но вот только радости не приносят. С фильмом все было немножечко хуже. Далее начало. История, которая в книжке как бы действительно цепляет, в фильме выглядела как обрезанная со всех сторон, ну, грубо говоря, как кот, у которого отчекрыжили самые важные. Вроде бы кот, а по факту такой пуфик с лапками, хотя некоторые становятся еще более агрессивными после операции. Вот. Далее. Абсолютно убрали сюжет линию Локко и Демосфена. Ну, я не буду говорить, кто это такие. Как говорится, пусть вам будет интересно узнать. Убрали очень многие другие сцены. Например, нам показали драку со Стрелсоном, драку с Бонзо Де Мадридом. Только вот и те, и тот, и тот, и тот пьюд остались живы. Хотя по факту этого не было. Ну, и самые, ну, и две вещи, которые меня очень сильно раздражали в фильме. Во-первых, все обучение в фильме, это, оказывается, две недели. Тогда, как в книжке, это было как минимум несколько лет. Просто в одном из кадров полковник Граф смотрит на таймер и, типа, осталось две недели до того, как корабли выйдут на рубеж. Две недели. Вот можно человеку за две недели обучить тактике пространственного мышления. Как мне кажется, нет. А в киношке получилось. О! Сцены в невесомости, конечно, смотрелись потрясающе, но, как бы, Голливуд умеет делать спецэффекты. Как говорит Тася, мы и знаем, что Голливуд умеет делать хорошее кино. Но, как говорится, одними спецэффектами сад не будешь. А вот когда содержание фильма показано вот так вот, то, честно говоря, уже смотреть-то и не шибко хочется. Еще замечание было к тому, что те сражения, которые были с жукерами, они лезли в космосе. А тут нам показывают стаи истребителей F-35. Честно говоря, более некрасивой машины, чем F-35, я не видел, разве что его конкурент от компании Boeing. Если F-35 смотрится откровенно некрасиво, то Boeing, так сказать, птичка, ну, как будто она еще и пельмени хоряпнула. То есть, такой, как бы, упитанный и сверх некрасивый самолет. Ну, как бы, у всех у нас есть свои чувства прекрасного. А кто-то из наших конструкторов сказал, что некрасивый самолет красиво летать не будет. Поэтому, что, собственно, все наши самолеты всегда были красивыми. И взять даже наших птичек пятого поколения Су-57 и тот самый признан памятный Чек Мэй Су-75 это красивые самолеты. У них же F-22 Raptor действительно на машинах красивая. А вот F-35 машина, как на меня, говорю, уродливая. И вот, значит, 100 F-35 и сцена косплеящая финал художного фильма День независимости. Только вот там это смотрелось худо-бедно органично, потому что вторжение по сюжету происходило в 90-е годы. А тут далекое будущее, а кроме F-35 человечества ничего нет. Ну, честно говоря, схалтурили. Вот. И финал. Если мне сейчас склероз не изменяет, а какой-нибудь у меня хороший, то Эндор и прочие его товарищи командовали настоящими флотами. то есть они просто отвечали за тактику и стратегию. Что же касается того, что нам показали в фильме, такое ощущение, что они командовали беспилотниками, потому что так запросто посылать корабли, которые управляют живые люди, чуть ли не на таран планеты, но это, знаете ли, такое себе. Вот. так что как хороша была книжка «Игра Эндора», так же был плох фильм «Игра Эндора». Ну, как говорит Сергей Снег со мной согласный или не согласный, я с удовольствием обсужу это в комментариях. А с вами по-прежнему был Алексей Аряев. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте ваши королевские большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы пропустить новое видео. Всего вам хорошего, живите долгой и до встречи на моем канале.